Вместе с нашими гостями продолжаем гордиться успехами ярославцев, теперь и в танцах. И поэтому сегодня у нас в гостях хореограф-постановщик, организатор самых разнообразных танцевальных фестивалей Мария Кашникова. Доброе утро! Всем привет! Да, Мария, где завоевали на данный момент награду? Последняя наша награда была выиграна в Питере. В рамках лагеря Wicked Zone проходили соревнования Dancehall Masters Choreo, что означает шоу, поставленное в стиле dancehall, и на лучшего хореографа, на лучшее шоу. Вот мы заняли там первое место. Отлично, вы молодцы. Я хочу вместе с нашими зрителями посмотреть сейчас, что происходило и, соответственно, за что вы получили награду. Великолепное выступление. Зажигательное. Зажигательное. Прекрасно. Были какие-то, ты говоришь, и курьезные моменты? Ой, вообще, курьезный момент заключался в том, что в середине нашего выступления полностью вырубился свет, выключилась музыка, и нам пришлось дотанцовывать полностью номер до конца под аплодисменты зрителей, под битбокс. И это получилось еще намного круче. Люди рассказывали, что у них просто были мурашки от того, что это было действительно очень круто, профессионально. Потом мы станцевали еще раз от начала до конца, под музыку, также с аплодисментами, ну и презентацией. Это какие-то кто-то хотел испортить вам победу. А в итоге, наоборот, да? Именно так. Чему мы очень рады. Вообще, танцы, почему так сильно люди к ним пристрастились в последнее время? Танец – это способ самовыражения. Каждый человек пытается выразить себя по-своему. Кто-то делает это в живописи, кто-то в вышивании, кто-то в вязании, кто-то делает это в танцах. Столько различных танцевальных стилей, которые дают именно свободу выбора и свободу самовыражения в этом выборе в танце. Поэтому я думаю, ну, плюс, конечно, здоровый образ жизни, от этого никуда не уйдешь. В ближайшее время, в середине ноября 20-го числа, будет проходить очень интересное мероприятие. Оно будет сочетать в себе как танец, так и здоровый образ жизни. Скажем так, фитнес. Это для нас. Это для вас, да. Будет проходить танцевальная фитнес-конвенция, которая будет называться «Фитнес и танец – это мой стиль жизни». Будет проходить КСК «Вознесенский». Казарма. Казарма, да, да, да. И там будет участвовать несколько звезд, которым мы хотим порадовать ярославцев. Первая звезда, за привоз которой отвечала лично я, это Саша Тронов, участник проекта «Танцы на ТНТ» первого сезона. Для меня было очень важно, что этот человек, он родился в Ярославле, он выходил из ярославской земли, и сейчас он добился таких всероссийских успехов, и хочется вернуть его снова к нам, чтобы люди действительно прочувствовали это. Чтобы он поделился этим, да, и по кому-то. Он поделился своими успехами и своими умениями и навыками, которые вот он сейчас приобрел, уже живя в Москве. А со стороны фитнеса это будет Наталья Колесникова, тоже девушка с огромным-огромным послужным списком, количество ее регалий зашкаливает, очень талантливая девушка, будем очень рады ее видеть. А вот эта конвенция, она носит региональный характер или это федерального уровня? На данный момент мы будем делать это мероприятие региональным, но кто его знает, со временем все может изменить. Участники, которые придут, они чем будут заниматься? Просто смотреть? Да, что ждет? Вот что нас ждет с Сергеем? Там будут и танцы, и фитнес, и степ, и дэнс-холл, и хип-хоп, и все, что захотите. Вы можете выбрать те направления, которые интересны вам. Можете просто сидеть и смотреть, и смотреть на то, как потеют другие, наслаждаться видом. Но я думаю, что это будет очень интересно со всех сторон. Этим и хороши конвенции тем, что за 8 часов, за 8 мастер-классов ты можешь попробовать различное количество направлений и выбрать потом из них то, что тебе понравится, и пойти в то место, где этому обучают. А что-то для деток планируется? Точно знаю, что будет детская площадка, детская зона, где можно будет оставить ребенка в то время, когда ты будешь сама, например, заниматься фитнесом или танцами. Мария, спасибо огромное, что пришла к нам, рассказала, поделилась такими замечательными событиями Ярославля. Ну и продолжайте побеждать и завоевывать места, чтобы Ярославль на них не готовился. Будем стараться. У нас в гостях была Мария Кашникова, хореограф-постановщик в стиле дэнс-холл, организатор самых разнообразных танцевальных фестивалей. Ура! Спасибо!